Несколько слов про коронавирус, которые я сегодня обещал сказать. Если мы посмотрим на суть происходящего в нашем мире, то сейчас в мире бушует пандемия. Была только что в Китае, сейчас она докатилась до Европы, и очень много людей, которые заболели коронавирусной инфекцией, находятся в Италии. Система здравоохранения Италии не совсем с этим справляется. Я до Нового года проводил эфир, я завтра напишу про этот целый пост, который был посвящен нашему будущему этому году. И мы вместе с участниками проводили практику погружения в будущее. И люди все, естественно, включая меня, чувствовали, что этот год – это год стихии воздуха. Воздух будет активен. Активность воздуха проявляется как в хороших… Ну, это вселенные, это вселенские процессы, да? Как в хороших делах, так и в обнажении негатива. Негатив, обнажаясь, у людей вызывает заболевание. То есть обострение того, что скрыто. Если в человеке по отношению к близким людям и по отношению к жизни вообще есть агрессия, когда он терпеть чего-то не может, не принимает ближайшего окружения, он себе перекрывает кислород. Когда этот конфликт начинает в человеке прорабатываться, возникает воспалительная реакция, как стремление организма продышаться в той атмосфере, в которой он находится. Есть такое вот выражение, да, в русском языке – невыносимая атмосфера. Когда вы что-то не выносите, вы либо запах не выносили, вам дышать здесь трудно, у вас нет права на жизнь в этом пространстве. И если человек сохраняет большое количество обид в настоящем моменте, и стихия воздуха начала в этом году активно проявляться, это в нем будет вызывать воспалительные реакции верхних дыхательных путей. Коронавирус – это, по сути дела, тот же самый грипп, только который дает в ослабленном организме, сильно проявляясь подавление легочного иммунитета, и нижние отделы альвеол очень сильно воспаляются, переходя быстро в пневмонию, и вызывая отек легких и задержки, как бы остановки дыхания. Если организм сильный, он это может переварить, и поэтому никаких последствий, просто будет как банальное ОРЗ пройдет, ну, гриппа подозного характера, потому что коронавирус все-таки токсичен, и по типу гриппа возникает. На самом деле, в процентном соотношении, статистику посмотреть, смертность коронавируса примерно такая же, как от гриппа. Грипп бывает каждый год, и, соответственно, вызывает такие вещи. Но в этом году почему-то это все стало прям такой популярностью, и прямо стало такой иметь черты пандемические и массового психоза. Поэтому есть две причины, благодаря которым три даже пандемии сейчас возникло. Во-первых, этот год необычный, когда стихия воздуха проявляется. Во-вторых, людям уже надо почувствовать в связи с этим, что все мы связаны, и границы государства, они условны. Воздух все объединяет. Он вокруг нашей земли находится, да? в поверхности, и дает нам всем жизнь. Поэтому, если вы носите в себе обиды на близких людей, на самих себя, то вам нужно от этого избавиться, для того, чтобы не болеть. Для того, чтобы ваш организм на современной волне перестал реагировать на повышение уровня энергетики воздуха, на его активность. И тогда вы никаким коронавирусом и вирусом вообще в этом году не заболеете. Наоборот, у вас в жизни все попрем. Следующий фактор, который подстегивает это, это человеческая истерия. Человеческий мозг может придумать любое себе заболевание, в него поверить, его реализовать. Поэтому крайне важно не поддаваться никаким истерикам, не читать СМИ, где всех всех пугают, и начать с этой секунды думать позитивно относительно вашего будущего и будущего того мира, в котором вы живете. Это очень важно для того, чтобы волна коронавируса пошла на спад. Как в нашей стране, еще не разбившись, то есть в самом зародке, просто задавиться, так и во всем мире. Потому что мы часть этого мира. Россия часть этого мира. Люди русскоязычные, часть этого мира. Я говорю по-русски, но обращаюсь ко всем. Поэтому, друзья, если вы не хотите заболеть коронавирусом, я надеюсь, все, которые меня слышат, этого хотят, начните любить себя, свою жизнь, близких людей. Если внутри вас таятся какие-то обиды, прощайтесь здесь сейчас с ними и почувствуйте любовь 24 часа в сутки. Тогда эта вся проблема начнет уходить. Поэтому призываю вас к этому, даю вам, как говорится, установку на назидание направления. Никаких коронавирусов с этого момента не будет. Есть мое внутреннее ощущение, что неделя максимум две пройдет, вся эта истерия начнет падать и постепенно вся ситуация нормализуется. Там все войдет в родство и к мае месяцу уже мы будем иметь другую ситуацию. Но надо немножечко приложить или немножечко, для некоторых случаев, к себе волевые усилия, начав любить больше осознаннее каждый миг, причем людей, которые у вас под боком находятся, ваших близких и родных. Чаще улыбайтесь, больше говорите приятных слов, радуйтесь вместе с ними, скажите, как вы любите друг друга. Этим вы укрепите свой иммунитет и не поддавайтесь на истерии, которую вы увидите в СМИ. когда сумасшедшие люди, по-другому их не назвать, закупают пачками туалетную бумагу, думают, что у них сегодня начнется упорный метеоризм и ежи с ними. И, соответственно, все так и будет. Поэтому даже, видите, парадоксальная вещь. Вели карантин, который заставляет людей быть дома. Вот не вдумайтесь в эту логику, да, почему так обстоятельства складываются. Да потому, что как раз и дома и есть причина, которая вызывает у людей их заболевания. Самые сильные травмы человек получает в семье, а не в социуме. Поэтому, если вы дома наведете порядок, чистоту по отношению к своим близким людям, даже если они уже ушли, допустим, из жизни, но у вас обиды на родителей, на бабушек, дедушек остались, тогда у вас никаких проблем с коронавирусом не будет. Ваша иммунная система легко его отработает и если даже на вас китайц чихнет или человек, приехавший из Италии, ничего вам не будет абсолютно. Поэтому те меры, которые принимают сейчас по миру и в России, они полезны, но полезны не только с точки зрения логики распространения, но и логики того, чтобы люди задумывались о том, как их жизнь вообще складывается, какие чувства они испытывают к близким людям и вообще к своей жизни, и что для них ценно, а что наносное. И благодаря этому и процесс исцеления в том числе происходит. Но вы-то осознанные люди, поэтому вы можете делать это более вдумчиво и более включенно с точки зрения любви. Поэтому основной секрет в этом. Вселенная просто намекает, ребята, любите друг друга и не будет никаких у вас проблем. И бояться нужно не коронавируса, а тех обид, которые вы до сих пор в себе таскаете и от которых не можете отделаться, считая, что это не так важно. Поэтому любовь, она правит миром и благодаря любви и для любви возникают эти трудности для того, чтобы люди об этом задумались, о ценности того мига, который в данный момент происходит. И энергия воздуха нам всем в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok